Проверка звука. Раз-два, раз-два-тре. Мне заранее присылают песни. Я еще в Москве думаю о том, как за два дня, мне кажется, мы создаем какую-то такую маленькую историю в каждом из них. Их такая первая профессиональная съемка. Мне кажется, это очень важно делать круто. Сразу понятно, о чем песня у Володи. Если вы не слышали, обязательно зайдите и послушайте. Девушка Азия, премьера, которую мы недавно слышали в программе «Добрый анти-Беларусь» и соответствующий образ. В принципе, исходя из той концепции, которую мы строили в первой продюсерской компании, мы отходили от чего-то такого классического, собственно, как мы и на «Фактор Бай» делали вместе с моим наставником. Мы решили создать такой образ немножко неординарный. Такой образ, которого в Республике Беларусь нет на данный момент. Ну, как я считаю... Эта ниша не заполнена? Уже заполнена. Как бы casual, но с такой перчинкой. И образ, и мой стиль, и мой характер, все подходит под песню. Такой парень-рубаха, все хорошо. Ну, с рубахой у тебя, естественно, все хорошо. С рубахой все хорошо. Сразу я пойми, он говорит, как тебе? Я говорю, все хорошо. Он говорит, первый человек, который сказал, все хорошо. Потом я начал его доставать. Я начал пересматривать фотки, видео. Я ему предлагаю идею. Он говорит, ну, это не зашквар. Это можно делать. Это хорошо. И можно менять. И главное то, что мы хорошо находим коннект, и мы можем видоизменить, и подчеркнуть, чтобы мне было тоже комфортно. Как совпало с Настей, вот у нее была фишка вот этих париков, а я хотел показать ее народность, причем ее не убирать. И вот из образа в образ, ну, вот у нас то вот эти силуэты. Никиточка Карст гениальный человек, просто гениальный. Это чуть ли не один из единственных людей, с кем у меня постоянно и всегда сходится мнение. Самый мой первый образ, который по полюшку, две косички, вот это вот платье такое легкое, вот эти ботинки, полностью сошлись наши интересы. И вот я увидела 10 образов, которые он принес. Я не знала, какой из них мой. Я такая, это мое, он такой, это твое. В этой фотостудии такая стерильная атмосфера. Я уже даже не знаю, с чем сравнить, с больничной палатой или с балетным классом. Тебе что больше нравится? Балетный класс. Ну, знаешь, тем более ты сегодня в таком образе, в общем, немножко академическом, немного того, немного сего. Расскажи. Сегодня как раз образ между больничной палатой и балетным классом. Совершенно изменили мы концепцию Ване Тятлову. И я это делал намеренно, я как бы намеренно шел на этот тяжелый шаг, потому что Ваня, в том числе и команда, видели все-таки более строгие, то есть строгие пиджаки, такие классические. А я все же за то, чтобы артист, мне кажется, его профессия, он должен меняться и немножко показываться с совершенно разных сторон. И поэтому я очень долго отставил такой вот шелковый костюм, кто-то там называет его пижамой. То есть такой очень расслабленный верх, но при этом мы выбрали классические брюки, белую футболку, добавили аксессуаров. Почему так быстро все произошло? Потому что нужно срочно лететь в аэропорт. Куда, наверное, красава? В Москву. Хочется больше концертов, конечно, в Беларуси. Так что, друзья, приглашайте. У нас сейчас сезон фестивальный, так что ты как раз по адресу. Да, 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 да. Нет, там уже сезон фестивальный потихонечку расписывается, так что вы меня увидите на Молодечном, вы меня увидите на Славянском базаре. Так что, в общем-то, следите за моими передвижениями. Вы со мной до аэропорта поедете? Ну, естественно. Все. Я могу чувствовать себя в полной безопасности. Есть варианты, есть бутылки, все хорошо. Доброе утро. Спасибо. Все, чао, пока.